Всем привет! С вами Ева. Волка остался в городе. И сегодня я вам покажу, как сделать щи. Для этого нам понадобится мясной бульон, лук, морковь, капуста, картошку, укроп, петрушка и свежие помидоры. Но свежих помидоров у меня сегодня нет, поэтому я использую соленые. И вместо помидоров можно использовать томатную пасту. Для начала мы должны насыпать наш лук в мясное бульон. Затем мы должны положить морковку. Потом мы добавляем картошку и ждем, пока она проварится 5-10 минут. Но главное, смотрите, чтобы она до конца не проварилась. Пока у меня варится, я порежу лук. Ой. У меня варится картошка, я порежу помидоры. Помидоры нужно порезать тонко. Вот столько хватит. Теперь второй помидорчик. И третий помидорчик. И будем резать зелень. Теперь берем и обратно засыпаем нашу тарелочку. Теперь берем укропчик и петрушку и режем маленькими дольками. И все, которые у нас остались большие части, мы просто их нарезаем еще раз. Например, у меня очень много больших частей. И я вот так вот делаю. Так, что скрипит? Вот. Нарезали. Кладем тарелочку обратно. Кстати, мне больше всего нравится из всех ингредиентов капуста, потому что ее можно есть и сырой, и вареной, потому что она вкусная. Теперь добавляем все к помидорчикам. Мы уже добавили капусту, и она успела повариться. А теперь мы добавляем помидоры. И пусть они поварятся еще 3-5 минут. Кстати, мы уже, когда добавляли картошку, добавили и мясо. Поэтому советую вам не спать. Наш помидорчик уже приготовился, поэтому мы засыпаем наш последний календарь зеленью. И желательно потом помешать, чтобы зелень равномерно распределилась. Все. Теперь ждем, пока наш суп приготовится. И, кстати, еще можно добавить болгарский перец и чесночок для любителей пикантных блюд. Спасибо за то, что посмотрели мой урок по приготовлению щей. Ждем вас снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok